всем привет мы продолжаем серию видеороликов канала под названием трудяги где мы с вами рассматриваем различные автомобили трудившиеся на просторах советского союза сегодня будет небольшое отступление и эту рубрику я назвал стиляги она посвящена американским седельным тягачам на мой взгляд очень красивые машины в нетипичной схеме окраски и в умах советских граждан не могло отложиться как грузовики можно красить в другой цвет кроме темно-зеленого например если это красный грузовик то это должна быть обязательно пожарная машина но это отдельное большое направление в моей коллекции стараюсь собирать седельные тягачи не только в 43 но и в других масштабах например не так давно начал собирать модели в 64 масштабе от neo skill models и у меня также есть более крупные грузовики от производителя franklin mint и сегодня мы рассмотрим модели xo models их пока что у меня не так много и я вам из всех моделей не показал только mac bullnose и peterbilt 281 и последнюю модель я чуть позже приобрету в свою коллекцию а mac не буду приобретать потому что это модель раннего периода у нее много упрощений похоже mac у меня уже есть в коллекции в 43 масштабе от neo skill models это была предсерийная модель которая не пошла в производство но мне удалось ее заполучить свою коллекцию и первый грузовик с которого мы начнем сегодняшний видео обзор это mac b61 и данная масштабная копия выходила в рамках французской и испанской журнальной серии и эта модель поставлялась в наборе с полуприцепом но прицеп я не буду показывать сегодняшнем видеоролике на основном канале я делал детальный видео обзор на эту модель кому интересно можете найти то видео и что касается проработки то эта модель уступает более поздним изделиям от xo тут очень упрощена рама но тем не менее она сделана из металла окрашена часть выхлопной системы и схематически изображена передняя балка но если не поднимать модель не заглядывать под низ это очень хорошее симпатичное изделие ну и конечно если сравнить этот вариант с аналогом от franklin mint то там модель намного лучше у нее поворотный мост и открывается капот дверцы и на модель от franklin mint я тоже делал детальный видео обзор но в целом эта модель мне очень нравится и у xo такие грузовики выходили в других схемах окраски более яркие а тут темно-зеленый грузовичок как раз который бы понравился советским гражданам и вторая модель которую я покажу в сегодняшнем видеоролике это peterbilt 359 масштабная копия копирует автомобиль 73 года и в схеме окраски точно такой же грузовик был на старых рекламных плакатах правда есть некоторые оговорки например на грузовике с плаката другой спальный отсек меньшей формы а тут почему-то поставили самый огромный спальник но опять же видимо производителю виднее и если учесть тот факт что модели зачастую унифицированы между регулярной серией и серией xo то тут нечему удивляться и в плане проработки эта модель уже лучше чем мак тут прекрасное качество покраски и сборки и мне не нравится то что на этом грузовике неправильно установили выхлопные трубы они закрывают пассажирскую и водительскую дверь также тут не совсем хорошо нанесена декаль она закрывает дверные ручки и неправильно установлено рулевое колесо в таком положении я думаю руль будет крутить не совсем удобно но в остальном это вполне хорошая модель после небольшой доработки она прекрасно будет смотреться на полке и пока что к этим грузовикам я не подобрал подходящих полуприцепов потому что в 43 масштабе их особо и нет есть пару прицепов у илигор также есть некоторые модели от нью-рей но опять же их нужно или дорабатывать или перекрашивать и пока у меня грузовики стоят просто в коробках в комментариях писало много зрителей что они тоже приобрели похожий петербильд будет интересно узнать какие сцепки сделали вы и у xo также такая модель выходила в красно-белом варианте окраски и чуть позже появился полностью белый грузовик а в журнальной серии такая машина выходила первым номером с полуприцепом для перевозки топлива и ливрея была фирмы shell тоже очень красивая масштабная копия но я не стал покупать журнальные модели потому что я их могу приобрести только на аукционах очень дорогая доставка и по цене выгоднее приобрести просто модель от xo и следующий грузовик это ford ltl 9000 который копирует прототип 78 года это не первое издание самая первая модель такого ford у xo была в голубом цвете и голубой грузовик мне не очень понравился хотел приобрести масштабную копию темно-коричневого цвета как с рекламного плаката но в таком цвете машина вышла в журнальной серии и у нее был не очень красивый полуприцеп поэтому решил взять красный вариант и чуть позже такой ford также выходил в белом цвете по-моему с синий полосой если меня не изменяет память если ошибаюсь поправьте я думаю в будущем будут тоже перекрасы если выйдет черный или коричневый то тогда рассмотрю второй вариант окраски к приобретению это вполне хорошая масштабная копия узнается прототип конечно здесь лучше окрасить салон потому что плашка тут просто из черного пластика окрашенного в массе но так это вполне достойное и конкурентоспособное изделие и не стоит забывать что эти модели продаются за 25-30 евро в европе журнальная серия стоит двадцатку так что за свою цену это более чем нормальное изделие и следующую модель которую вам покажу я приобретал очень давно это peterbilt 350 который копирует прототип 52 года и это ранняя модель от иксу тут есть ряд упрощений по сравнению с предыдущими грузовиками но это очень тяжелая масштабная копия потому что тут массивная металлическая рама и такой грузовик выходил у иксу также в комплекте с полуприцепом и тягач был желтой кабины полуприцеп был белого цвета и такая модель выходила в журнальной серии как бонусный выпуск и там тягач был с кабиной голубого цвета но я помню когда бонусный выпуск появился на аукционах там задрали такую цену что никто в здравом умеет такую модель не приобрел бы в коллекцию и те грузовики продавали за 200-250 долларов я в свое время не купил ту модель а дождался просто отдельно седельного тягача от иксу и кстати интересно после выхода модели от иксу журнальный вариант за такую конскую цену уже никому не был нужен иксу нужно выпускать модели в регулярной серии тогда не будет такого ажиотажа на ширпотребную журналку также покажу вам еще один peterbilt 352 peacemaker масштабная копия копирует прототип 79 года и такой peterbilt выходил в других схемах окраски и также такая модель скоро появится еще в одном довольно симпатичном цвете и возможно я его приобрету в свою коллекцию тоже вполне интересная модель тут мне не очень нравится то что сквозное отверстие на задней стенке кабины и отсутствует двигатель можно было сделать какую-то плашку она бы не сильно бросалась в глаза а так тут все просвечивает и это конечно не красит масштабную копию и задние фонари на этом варианте почему-то просто обозначили красной краской вот на некоторых моделях делают какие-то мелкие приятные элементы а на некоторых просто их упрощают но зато тут площадка сделана из фототравления и давайте посмотрим на эту модель с других ракурсов следующий грузовик это white western star и обзор на эту модель недавно выходил на моем канале это свежая новинка пока что варианте окраски с рекламного плаката но в будущем я думаю этот грузовик будет перевыпущен и в других цветах и в журнальной серии выходил такой white тоже в синим цвете только там был другой орнамент и сидельный тягач поставлялся с полуприцепом для перевозки сыпучих грузов ну мне понравилась вот такая схема окраски с радугой не знаю многие сказали что не будут покупать его в свою коллекцию из-за того что кабина выглядит очень ярко мне нравится и такая модель выглядит очень нарядно и украшает коллекцию и следующий грузовик это бескапотник international harvester тоже симпатичная модель я ее приобретал несколько лет назад и такой international у меня также в коллекции есть от neo в 64 масштабе там немножко другой дизайн навесных деталей и эта модель также в 43 масштабе была в виде ручной работы не помню кто ее делал мастер-одиночка у меня тоже есть она в коллекции если у вас будет интерес я сделаю отдельную рубрику именно по моделям самоделка и тут мне нравится то что установили много регистрационных номерных знаков тоже смотрится очень необычно и скорее всего этот грузовик больше подходит для перевозки леса или каких-то крупногабаритных грузов потому что тут на задней части есть защитная сетка чтобы не сломала кабину при резком торможении если например груз отцепится следующий грузовик это еще одна свежая новинка freightliner тоже очень симпатичный грузовик и можно сказать в некотором роде это автомобиль киногерой вот именно в журнальной версии схема окраски соответствует машине из фильма терминатор 2 а тут просто взяли окраску с плаката и конечно опять же если сравнить этот грузовик с машиной с рекламного плаката есть некие несоответствия например на том сидельном тягаче был установлен спальный отсек а тут просто дневная кабина но тем не менее грузовичок мне очень понравился и не стоит забывать помимо xo models пока что таких промышленных моделей за эту цену в продаже попросту не существует если кто-то выпустит другой будем его рассматривать пока буду довольствоваться продукцией xo neo пытался изготавливать грузовики в 43 масштабе но что-то они переключились на 64 а все те наработки которые были в 43 отложены в долгий ящик и следующая модель это freightliner fla тоже очень красивая масштабная копия такой грузовик выходил поначалу с кабиной голубого цвета и бордового а чуть позже появилась машина с кабиной желтого цвета и также должен выйти такой грузовик с кабиной черного цвета и возможно черный вариант я рассмотрю к приобретению в свою коллекцию но тоже вполне хорошая модель и в журнальной серии также выходил эвакуатор на таком шасси и модель эвакуатора копировала киногероя из фильма терминатор конечно тоже было некоторое несоответствие но в целом машина получилась довольно удачной хотел купить журнальный вариант но опять же на аукционах на него задрали неадекватную цену и два последних грузовика которые я вам покажу в сегодняшнем видеоролике это kinward k100 с крышей aerodyne первый грузовик с рекламного плаката в темно-сером цвете очень красивая масштабная копия правда к сожалению у меня на этом грузовике сломалась одна антенна но я потом как-нибудь ее подремонтирую можно будет их спилить поставить сюда небольшие тоненькие антенны из гитарной струны или придумать что-то другое а второй грузовик в варианте окраски из старого американского сериала и интересно то что такая модель по заказу одного американского магазина продавалась с полуприцепом в красном цвете но опять же проблемы с доставкой поэтому ограничился только седельным тягачом и пишите ваши комментарии понравились ли вам данные грузовые автомобили хотите ли вы продолжения по импортной технике понравился видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока